всем привет сегодня я хочу вам показать как можно сшить вот такую дина ветровку ветровку буду шить из дюспо цвет хаки ссылку на группу вконтакте где я покупала эту ткань я оставлю в описании к этому видео спинку я разрезала пополам и добавила по одному сантиметру на шов также я расширила от подмышки вниз боковой шов примерно вниз на полтора сантиметра и увеличила длину по спинке и скруглила вниз у передней части я изменила только от подмышки ширину также расширила вниз на полтора сантиметра скроила 4 детали капюшона так как капюшон снаружи изнутри будет из основной ткани а между слоями я сделаю флис также выкроила карманы сделала карман кенгуру нам их нужно 4 детали также нужны две полоски из основной ткани на манжеты подклад спинки будет из флиса а снизу я пущу вот такую полоску из основной ткани передняя часть подклад также будут из флиса из флиса сделал рукав и продублирую их гладкой подкладочной тканью также нам нужна длинная разъемная молния нужны вот такие треугольники их нам нужно 16 штук дублировать внутри я их буду синтепоном и так приступим пошива сначала я сделаю все шипы я беру два треугольника складывая их лицом к лицу добавляю кусочек утеплителя и две стороны отстрачиваю на машинке отрезаю лишнюю ткань примерно на 3 миллиметра от строчки далее выворачиваем из необработанной стороны вот здесь прокладываем строчку таким же образом делаем все остальные шипы теперь две внешние детали капюшона мне нужно продублировать флисом берем деталь из флиса накладываем сверху детали из основной ткани и прошиваем по краю на машинке теперь четыре шипа нужно пришить капюшону и и и Теперь берем вторую деталь капюшона, накладываем сверху и прошиваем эту сторону. Теперь в этом месте я установлю люверсы для резинки. Теперь я беру две детали внутренней части капюшона и стачиваю их вместе. Теперь внутреннюю и внешнюю часть капюшона нужно стачать вместе, складываем их вот таким образом друг в друга, лицевыми частями друг к другу и по краю стачиваем на машинке. Продолжение следует... Теперь отрезаем лишнюю ткань на 3 мм от строчки. Теперь нужно вставить в отверстие шляпную резинку и закрепить их фиксаторами. Вот я их поставила, вот торчит конец шляпной резинки. Теперь на машинке вот здесь делаем закрепку этой резинки и далее прокладываем строчку по кругу капюшона и с другой стороны также делаем закрепку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь берем две детали спинки и нам нужно вшить 4 оставшихся шипа. Сначала я пришью их на одну сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь обе детали спинки нужно вшить вместе. Складываем таким образом и стачиваем этот шов. Продолжение следует... Теперь сошьем карманы и притачаем их передним частям. Берем две детали кармана, складываем их лицевыми сторонами друг к другу и стачиваем место входа в карман и верхний шов. По всему входу в карман я делаю надсечки. Далее карман выворачиваем и место входа в карман отстрачиваем на машинке. Прикалываем карман булавочками к передней части и прошиваем, как показано на экране. Продолжение следует... 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 Далее этот шов заутюживаем на спинку и переднюю часть и со стороны спинки и передней части отстрачиваем. Теперь стачиваем шов на рукаве и боковой шов. Теперь боковой шов отстрочу. Далее нужно горловине притачать капюшон. Притачивать буду только внешнюю часть капюшона. Далее нужно подготовить подкладку. Сначала я продублирую рукава из флиса сверху гладкой подкладочной тканью. Далее стачиваем детали подклада спинки. Теперь этот шов отстрочу. Теперь все детали подклада я соберу точно так же, как я собирала детали верха. Единственное, что в одном рукаве нужно оставить отверстие, через которое ветровку в конце будем выворачивать, а также нужно пришить петельку. Теперь к горловине подклада нужно пришить внутреннюю часть капюшона. Теперь внешнюю часть и подклад нам нужно по низу стачать вместе. Далее 3 мм от строчки я срезаю лишнюю ткань. Теперь нам нужно вточать молнию. Ничего мы не выворачиваем, оставляем ветровку как есть. Вкладываем одну часть молнии, как показано на экране. Скалываем ее иголочками или сметываем ее вручную. В вторую сторону я буду делать вот такую защитную планку молнии. Чтобы обе части молнии вшить ровно, можно ветровку вывернуть, застегнуть вторую часть молнии и поставить отметки. На вторую сторону пришиваем защитную планку молнии. Теперь молнию втачиваем на машинке. Для удобства вшивания я поменяла обычную лапку на лапку для вшивания молний. Я втачала обе детали молнии, а также я сразу сделала манжеты и собрала рукав подклада и рукав верха. Как пришивать манжеты к куртке я показывала в одном из своих видео, ссылку на видео оставлю в описании. Теперь горловину ветровки и горловину подклада складываем вместе. Вместе совмещаем плечевые швы, шов в середине спинки и стачиваем этот шов на машинке. Субтитры делал DimaTorzok Теперь через отверстие, которое мы оставили в рукаве, ветровку выворачиваем. Далее рядом с молнией и по низу нужно отстрочить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Осталось только зашить отверстие в рукаве. Наша дина ветровка полностью готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!